Всем привет! Это очередной ролик из серии разбора основных терминов и жанров визуальных новелл. Напомню, что здесь мы пытаемся разобраться во всех хитросплетениях различных Нукиге Суцуге, прорываясь к истине через все противоречия, несостыковки и возникающие к ним вопросы. В прошлом выпуске, ссылку на который мы оставим в подсказках, мы рассказывали об одних из самых субъективных терминов, а именно о так называемых камиге или божественных играх и его антагонистику Соги, название которого следует перевести как дерьмовая игра. Впрочем, мы напоминаем, что наш ролик не претендует на то, чтобы стать истиной в последней инстанции, а лишь старается добавить каплю ясности в столь запутанных вещах. А чтобы наш материал не показался вам слишком сложным и еще более запутанным, каждый термин мы стараемся сопровождать максимально простыми и понятными каждому примерами. Итак, у микрофона я, Анжи Жучитель, и сегодня я расскажу вам обо всяких Ге во всех возможных вариациях. Приятного просмотра! В четвертой части нашего рассказа о терминологии жанров визуальных новелл мы разберем еще два не менее субъективных понятий, имя которым чарагия и плотгия. Первый термин возник из словосочетания Charakter Game, что переводится как игра персонажей. Второе же понятие – результат словосочетания Plot Game, которое можно перевести как сюжетная игра. И, как правило, эти термины обычно противостоят друг другу. Как заявляют те, кто их использует, в первом случае упор в истории делается на персонажей, а во втором – на сюжет. На первый взгляд все вполне логично и правильно, особенно если это взгляд человека, считающего жанр визуальных новелл, спущенным ему с небес знанием, на которое следует смотреть с придыханием и открыв рот от изумления. Однако стоит лишь задаться самыми простыми вопросами, и красивая картина начинает трещать по швам. Итак, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Где, хотя бы примерно, проходит та самая черта, когда ориентированная на персонажей и чараге вдруг становится ориентированным на сюжет плотги? И возможно ли существование абсолютного чараге без капли сюжета или абсолютного плотги, в котором совсем нет персонажей? И да, уважаемые знатоки, не забывайте, что речь идет об игровом жанре, где главной геймплейной фичи является само чтение историй ака-сюжета, который практически невозможно построить без персонажей и их непосредственного, обусловленного сюжетом взаимодействия. Внимание, черный ящик! Так что привычные ранее и ретранслируемые многими смыслы, которые вкладывались в термины чараге и плотги, не более чем выдумка или фикция от каких-нибудь недалеких атаку, которые готовы подставлять всякое ге каким угодно словам, пытаясь родить все новые и новые термины и жанры. Поэтому, например, в базе VNDB нет даже где-то в архивах подлежащего удалению тега плотги, просто потому что любая визуальная новелла уже по умолчанию является сюжетно ориентированной. А вот с чараге ситуация все же чуть интереснее. На VNDB этот тег все же пролез, и в определении отмечалось даже некоторое противостояние с Накеге, о котором мы говорили ранее. Чараге используется для обозначения игр, сосредоточенных на взаимодействии персонажей, а не на всеобъемлющем сюжете. Не стоит путать чараге с Накеге, где цель оказать эмоциональное воздействие на игрока, в то время как в чараге основное внимание посвящено развитию персонажа, межличностных отношений и акцентированным личным историям отдельных героев. Согласитесь, что такое описание скорее похоже на описание преимущества отдельных рутов, как одного из инструментов визуальной новеллы. Вот и на VNDB посчитали также, отправив тег в архив с пометкой «Подлежит удаление». Однако в качестве пруфа своего определения автор термина зачем-то прикрепил ссылку на японскую википедию, а там, как ни странно, тоже говорилось совсем о другом. Итак, согласно определению японской википедии, чараге – это игра, имеющая целью привлечения внимания потребителей путем использования персонажей из популярных комиксов или аниме. К слову, ситуация работает и в обратную сторону. Персонажи в том или ином тайтле могут получиться настолько харизматичными и яркими, что набирают огромную популярность, из-за чего игра с ними превращается в чараге. К примеру, если выйти за границы сферы визуальных новелл, то подобная ситуация случилась с Супер Марио, популярность которого сформировала вокруг него огромную франшизу. К слову, в РУВН, да и за его пределами, сейчас подобная ситуация понемногу происходит с безымянной героиней «Помоги мне купить молоко». После выхода сиквела игры, многие творцы окрестили девушку именем Мил Ктян и стали создавать произведения с ней. Впрочем, в РУВН-сфере самым каноничным примером настоящего чараге является не раз упомянутая нами ранее «Бесконечное лето», где в качестве персонажей использовались уже готовые и известные маскоты имиджборд. А кроме них, куда более популярный еще с советских времен, шурик с электроникой. Кстати, под конец не можем не упомянуть о термине «моеге», который часто характеризуют как чараге с милыми девочками. Но так как выше мы уже установили, что чараге не является персонажей, ориентированной игрой, как считают некоторые атаку, то и нет никакой существенной разницы, каким персонажам посвящена игра. Милым японским девочкам, обычным японским школьникам или развратным японским фетишистам. Поэтому и существование отдельного поджанра «моеге» тоже вызывает вопросы. К примеру, на Вин Ди Би этот тег тоже подлежит удалению. И это вполне обоснованно, ведь большое число откровенно ярких маэйных героинь скорее соответствует жанру романтической комедии, который куда более объемен и конкретизирован в своих рамках. Ну а на этом у нас все. Спасибо за просмотр этого ролика. Надеемся, что наш материал был полезен для вас. А если вы хотите поддержать выход других материалов на канале LD, не забывайте ставить этому видео лайк, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ну и становитесь спонсорами LD на Boosty и VK-донат. Для вас работал Анджей Жучитель. До встречи в следующих видео.